На прием к руководителю районной администрации в городском поселении Свердловский в этот раз записались всего 7 человек, в отличие от весьма насыщенной предыдущей встречи в ноябре. Большинство вопросов местная администрация решила самостоятельно. В числе тех, что потребовали вмешательства Алексея Валова, предоставление земельного участка многодетной семье, перераспределение участков в СНТ студенка, недостаток места для спортивного досуга молодежи. Вопрос руководитель взял на контроль, дав необходимые поручения администрации Свердловки. Но есть проблемы, с которыми быстро не справятся ни местным, ни районным властям. Расселение ветхого и аварийного фонда. Жители ряда домов по улицам Северная, Первомайская, Центральная давно ждут переезда в новые квартиры. Я как раз говорю о том доме, которому 110 лет. Деревянные, привычные. В том году мы были. Я очень надеюсь, что мы получим вторую дорожную карту. То есть нас включат, как ветхое жилье в расселении. Нас обследовали. У нас выше 70% износ. Людям тем более обидно, потому что у них на глазах возводятся новые дома. Свердловка – одно из самых интенсивно застраиваемых поселений. С передачей полномочий по принятию градостроительных решений на уровень Московской области затянулся процесс реализации договора о развитии застроенной территории. Районная администрация представила его в правительство больше полугода назад, но документ не принимает градостроительный совет. После принятия проекта планировки и проведения публичных слушаний начнем работать индивидуально с каждым человеком, кто подлежит переселению. И все вопросы будут максимально обсуждены. Алексей Валов съездил по просьбе жителей в один из домов, стоящих в очереди на расселение. Дом-2 по улице Северной держится на честном слове. Горячей воды нет, стены угрожающе потрескивают. Жить в нем люди просто боятся. Полы держатся строго на линолеуме. Вот здесь полтора года назад мы присылали сюда представителя. Закрыли сейчас линолеум, там полностью дырища. Понятно. Я не могу здесь жить, поэтому мне приходится снимать живо. Общую для всего района проблему расселения ветхого фонда надо решать через развитие экономики, отметил руководитель администрации. Чтобы строящиеся на месте старых домов микрорайоны были обеспечены социальной инфраструктурой, рабочими местами. Тогда перспективная застройка будет быстрее проходить согласование. А жителям Свердловки пообещал вновь поднять их вопрос на региональном уровне. Я постараюсь в самое ближайшее время буквально и завтра, и послезавтра выходить на правительство Московской области с просьбой ускорить решение вопроса. Посетили в этот день и соседнее Анискинское поселение, связанное со Свердловским одним застройщиком. Компания Су-22 строит в микрорайоне Анечково детский сад на 250 мест. Сейчас происходят внутренние отделочные работы, инженерные коммуникации, и кровля заканчивается. Осмотрев стройплощадку, Алексей Валов выразил сомнение, что сад успеют сдать к концу марта, как обещают. Для этого надо существенно ускориться и как минимум втрое увеличить штат рабочих. А в целом выезд в район руководитель оценил положительно. Спокойнее стал. Люди, в большинстве своем, уже видят, что не отторжение идет к ним, а понимание их проблем и желание их решить со стороны власти. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».